Иван с Кочубеем на соревнованиях в клубе «Гранита» видит, что подростки применяют запрещенные приемы. Круглов спорит с «Гранитом». «Гранит» увольняет Ивана. Антон Захарыч устанавливает в рыбацком домике прослушивающее устройство. Елене едет француз, издатель ее статей. Григорий ищет записи отца. Илья в поисках сокровищ забирается в особняк. Евелина убеждает Лизу разрешить Маше вернуться на работу в Золотую Рыбку. КОНЕЦ Значит, отец скрывал от вас ремонтная работа? Получается так. И вы не знали, что в доме есть тайники. Илья, я не отрицаю, но я просто… Нет, нет, Галина Васильевна, ну все это уже не важно. Сейчас гораздо важнее эти рабочие. Важно знать их телефоны, имена, адреса, ну все координаты. КОНЕЦ КОНЕЦ Генрих, я могу вам чем-то помочь? Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Здравствуйте. С приездом. Вот хотелось бы внезапно появиться. Красиво. Ну а шикарный выкид был? Мне? Да, конечно же, пап. Но это все, что осталось. Очень красиво. Спасибо большое. Присядем? А я прям с самолета. Да я вас вижу. В вазу поставь. Здравствуйте. А и вот это тоже. Не слышно ничего. Ну да. Он, наверное, один час дома. Варданян-то. Не станешь он сам с тобой разговаривать. Один-то. Чего мы ждем-то? Нужно просто пойти убрать его и все. Подожди, подожди, подожди. Спешка нужна при ловле блох. Сначала надо узнать, что и кому он мог рассказать. Поэтому нам недолго ждать. Я в этом уверен. Ну да, интересно, почему это ты так в этом уверен? Откуда она берется, твоя уверенность? Ты видишь, Лика, это свидание с Борисом. Он очень нервничал. Он все время пытался меня выставить из дома. На дверь поглядывал, кого-то ждал. Так что давай-давай. Давай подождем. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что я вас отвлекаю. Я пришла к вам с просьбой. С какой? Да, собственно, это не моя просьба. Я вас лично не знаю. Знаю только вашего отца и от Бориса. Помните такого? Помню. Присаживайтесь. Спасибо. Как он себя чувствует? Неплохо. Он здоров. Он хочет поговорить с вами. О чем? Ну, этого я не знаю. И я понимаю, вы очень важный человек, Сергей Федорович. Дело в том, что мы живем в рыбацком поселке. Это недалеко. Угу. И я бы хотела, чтобы вы пошли со мной туда и поговорили с Борисом. А почему он сам не пришел? Он хотел пойти, это правда. Я его не пустила. Почему? Я не думаю, что ему стоит появляться на улицах. Его же хотели убить, если вы знаете. Знаю. Так, вы пойдете со мной? Ну, пойдемте. Спасибо. Меня Люба зовут. Очень приятно. Так, 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 так. Значит так, ну, что? Что? А что вы стоите? Ну, идите же и принесите мне координаты этих рабочих. Да нет у меня никаких координат. Дело в том, что Анатолий Вячеславович лично вызывал их из Москвы и расплачивался с ними тоже лично. А как же найти фамилии этих людей, а? Я не знаю фамилий. Я знаю какие-то имена и то не все. Ладно, ладно, не волнуйтесь. Поисками этих таинственных рабочих я займусь сам. А вы, пожалуйста, пока займитесь-ка ремонтом. Подождите, ну вот Антон Захарович может обидеться. Может быть он уже нашел рабочих? Да плевать я хотел на этого Антона Захаровича. Для меня вы главное в этом доме. Так, Тихо, успокойтесь. Вот вы и занимаетесь ремонтом. Тихо, успокойтесь. А я пока поеду подышу. Успокойтесь. Я постараюсь, я попробую. С вами только одни нервы. Ну, разверните же меня, господи. Куда-нибудь. Я уже видеть не могу эту комнату. Оленя этого хоть воздухом подышать, на цветы посмотреть. Все. Спасибо. Очень красиво. Генрих, вы, наверное, голодны с дороги. Признадься честно, я чертовски голоден. Давайте закажем что-нибудь. Маш. С удовольствием. Можно меню? Пожалуйста. Спасибо. Я надеюсь, вы мне подскажете. Например, жульен. Жульен. Так, есть. Очень вкусный, да, Маш? Французское мясо. То есть мяско французское. Безусловно. Это фирменное блюдо наше в поле. Да вы что? Да. Так, красное сухое вино. Надеюсь, французское. Есть и французское. Какое предпочитаете? Шамбартин, Кладе Безе. Есть шато-ля-тур. Вот. Что мы будем пить? Второе. Шато-ля-тур. Да, конечно. Хорошо. Вам бутылочку или бокал? Ну, я бокал. Я на работе. По бокалу. Хорошо. Ну и минеральную без газа. Да, и мне тоже. Спасибо. Есть только минуты, заказ будет готов. Да, у вас хорошее французское произношение. Спасибо. Леночка, я не понимаю, зачем вам здесь работать? Ну, обстоятельства так складываются. Григорий сейчас не может работать, поэтому я вынуждена. Не объясняйте. Ну, вы же такой талантливый искусствовед. Вообще у вас должно быть много заказов. Для такой работы нужны доступ к архивам, потом выставки и так далее. Архивы все в Москве, в высшей части. А я из города не могу уехать. Даже на день. Значит, я вовремя со своим предложением. То есть вы хотите сказать, что что вы собираетесь мне предложить, не потребует от меня ни поездок на выставки, ни копаться в архивах? Нет. Именно это я и хочу предложить. Интересно. Что же это предложение? А хочу я предложить вам, да, кстати, о своем свекре Анатолии Крижевскому. Ого. Спасибо. Ну, так что? Да я просто как поражена вашим предложением. Вот именно я этого и хотел добиться. Да, у вас это получилось. Генрих, вы давайте поешьте сначала, а мы потом продолжим. Не стесняйтесь. Как вино? До встречи? Да. Как вино-то называется? Шатуля Туха. Шатуля Туха. Такое прекрасное произношение. Угу. Ага. Угу. Черт, этот телефон, я его сейчас у нас… Кто это? Выброшу. Алло, алло, алло! А, черт, ай, кто это? Да, Галина Васильевна. Ну, а что-то я не ответил нормально. Она наверняка сейчас что-то будет просить. А нам с тобой сейчас не до этого. Пусть подождет. Тоже. Молчит? Молчит. 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 Все на твоей стороне. Спасибо. Валерий, мы подумаем, как жить дальше. Спасибо вам, Петра Петровича, и за вашу заботу, и поддержку, за то, что граниты ходили за меня просить. Спасибо. Ну, хватит. В конце концов, я сам могу устроить свою жизнь. Кто здесь? Я. Кто я? Я. А ты че тут делаешь? Ты как сюда попал? Я не знаю, я случайно. 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 Так, ну-ка, пойдем-ка на свет, я тебя разгляжу. Ась! Ну-ка, давай, иди. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Ну-ка, иди. Тихо. 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 Иди-иди-иди-иди. Иди. Иди. Тихо-тихо-тихо. Да неужели ты думаешь, что это я ходил, просил гранита, чтобы он устроил тебя на работу? Ну, а что, он мне сам об этом сказал? Да не так все было. Вань, ты что? Абсолютно не так. И что, он опекать меня тоже не просил? Да нет, неужели ты думаешь, я бы скрыл от тебя такой, такой факт, что вот я там ходил, просил. Ваня, о чем ты говоришь? Все было не так. Я просто ему сказал, чтобы он свою вот эту вот зависть к тебе просто вот как-то так сгладил и все. И не я к нему приходил, а он ко мне пришел. Вот как было дело. Да простите, я просто совсем запомнился, Катя Петровича. Я понимаю, Ваня. Понимаете, я просто загорелся этой тренерской работой, только начал налаживать контакт с ребятами и… Вань, ты не убивайся ты так. У тебя еще все впереди. А ну что мне впереди? Понимаете, я очень рассчитывал на эту работу. Твоя единственная возможность Лени хоть как-то материально помогает. А на зарплату охранника какой ей поможет. Да. Да, послушай, а может быть тебе пойти в другую спортивную школу? Ну, кто меня возьмет? Петр Петрович. Гранит этого не допустит. А кто против него попрёт? Да, в общем, Бог-то, конечно, здесь, в епархии Гранита. Ну что, здорового не помнишь? Это мне? Да нет. Хорошо выглядишь, лучше, чем в больнице. Спасибо. Да, лучше. Значит, ты меня вспомнил, да? Ну, вспомнил, поэтому и попросил прийти. Что тебе от меня нужно? Ну, ты только не удивляйся, но хочу попросить у тебя защиты. А ты ничего не перепутал? Мы, вроде, друзьями с тобой никогда не были. Твоя правда. Ну, я вспомнил, что ты, вообще-то, был человеком справедливым. И если давал слово, то держал его. Спасибо, мне это льстит. От кого ты хочешь, чтобы я тебя защищал? От того, кто хотел меня убить. И кто угрожал Крыжевским. Ты это вспомнил, да? Ну что ж, и кто в этом злодей, а? Слышишь, что я тебе говорил? Зря, зря мы не убрали Варданяна. Все, теперь он все расскажет граниту. А уж мы никак не сможем гранита заставить замолчать. Он все выложит каменевую, заложит меня с потрохами. Он же сын его. Ладно, не паникуй. Не паникуй. Может, Борис ничего и не скажет? Коля. Коля. Да, слушай, красота страшная сила, да? Ох, Верка, ну ты и дрянь, а? А жарко, жарко. Жарко тебе, да, деточка? А че ты в семью-то, когда ты опять лезешь? Че ты пристала-то к ним? Тебе мало того, что ты вытворила. А Крижевский-то, а? Слушай, ненормальный какой-то. Как он вообще додумался такую дешевку, как ты, тащить в дом своей жены? Слышь, ты, ты че себе позволяешь-то, а? Во-первых, не ты, а вы, девочка. А во-вторых, Лена моя подруга. Я не позволю ее мучить, поняла? Ну и как же ты мне это не позволишь? А вот только подойди близко к ее дому. Я тебе такое устрою, что ты век не забудешь. Вкусно? Да, спасибо. Поначалу я тоже думал, что, спасибо, жизнь Крижевского не тянет на целую книгу. А сейчас я понимаю, что был неправ. Неужели мой свекр был так знаменит во Франции? Это ж не предполагало. Я бы даже сказал, довольно скандально знаменит. За что? В Франции и в Америке, к сожалению, только не у себя на родине. Ну, так обычно и бывает. Вот, к тому же с ним произошла неприятная история. Когда он умер, и только после этого о нем заговорили. Да. Он стал очень популярен. Скажем так, к нему пришла слава. Я вот вам сейчас покажу все. У меня есть все в намбуке. Давайте. Помогу. Знаете, я вообще жалею, что я пошел в бокс. Мне надо было выбрать другую профессию. Вань, ты не переживай, бокс — это достойное занятие. Самое главное — не поддавайся панике, и все. Не поддаюсь я никакой панике. Я просто реально не знаю, как я могу заработать эти деньги. Ну, вот те деньги, которые ты заработал на боях. Ты же можешь совершенно спокойно забрать у Ирину. Я не могу у Ирины ничего забрать. К тому же я сам ее долгил. Ну, и что теперь делать? Не знаю. Ну, ладно, Вань, не переживай. Что-нибудь придумаем. Да, конечно, придумаем. Ну, что, пойдем домой? Да нет, я еще в ресторан хотел зайти. Что, Вань, уже на работу? Да нет, на работу завтра. А, Ирина не терпится увидеть. Ну, ладно. Пока, давай тогда до вечера. Да, до вечера. А ну, а ну, иди сюда. А ну, Ирина, ну-ка, иди сюда. Садись. Вот. Галина Васильевна, кто это? Я его в подвале отловила. Это кто, вор? Может, его что-то стащил? Ну, чтобы умолчить, Галина Васильевна, уговорите, говорите, кто это? Я не знаю. Из подвала. Кто ты? Да, вы не подумайте. Я не вор. Я просто Митю искал. Где искал? В подвале? Да. Так, Галина Васильевна, вы знаете его? Митя вообще его знает? Я не знаю. Может быть. Мальчик, ты, гадюнаш, если ты собирался прийти к Мите, то ты бы позвонил, в дверь и вошел. А ты же наверняка залез через окно, да? Галина Васильевна, проверьте все окна. Наверняка он уже что-нибудь разбил. Но говори, что ты делал в подвале, говори мне быстро, отвечай на вопросы. Так, все. Галина Васильевна, звоните. Звоните в милицию. Звоните, звоните. Я тебе расскажу, кто на меня покушался. И могу даже написать все, что я вспомнил, но при одном условии. Ты мне дашь деньги, и я смогу уехать из этого города и я, и Люба с сыном. Я не понял, ты мне сейчас что предлагаешь? Чтобы я давал тебе деньги, обеспечивал твою семью за то, что ты мне расскажешь, что он на тебя покушался, что ли? Да не надо мне, чтобы ты обеспечивал мою семью. Мне нужны деньги только для того, чтобы уехать. Там дальше я сам о себе позабочусь. Это что, получается, вроде программа защиты свидетелей? А называй, как хочешь. Ты обратился не по адресу, я этим не занимаюсь, этим милицией занимается. Им нужны твои показания, вот пускай они тебя и защищают. Чего ты ко мне так пришел? Можешь к моему отцу внуку до конца обратиться, если что? Не могу я к твоему отцу обратиться. Чего это? А потому что принципиально он у тебя. И я для него не свидетель, я соучастник. И милиция в лице твоего отца не будет меня защищать. Законято ты здесь при чем, а? Нет, это какое дело до тебя и до твоей семьи. Ты сам вляпался в это дело, в это дерьмо, и сам из него выкарабкался. Я-то здесь при чем? Я что, это тебе, социальные организации по защите одумавшихся свидетелей, что ли? Нет, конечно. Просто я вспомнил, что однажды ты мне уже предлагал деньги с условием, чтобы я уехал навсегда из этого города. Ты-то должен помнить, ты-то память не потерял, помнишь? Я помню. Ну вот. Ну вот тогда я отказался, а теперь считай, что я принимаю твои условия. Да, только теперь это похоже на шантаж. А у меня другого выхода нет, извини. Ну, ты же держишь свое слово? Да, я держу свое слово. Черт, не понимаю, что такое? Какая у них договоренность? Ты что-нибудь знаешь? Понятия не имею. Наверное, что-то старое, о чем-то договаривались раньше. Но ведь это же не важно, важно то, что Борис пока еще ничего не рассказал Каменеву, да? Да, для нас это сейчас самое важное. Ну, предположим, я приближусь к дому Крижевских. И, может быть, там поселюсь. Что ты мне сделаешь? А вот ты попробуй, а там посмотришь. Верка, неужели ты не понимаешь, что ты дрянь? Нет, я не дрянь. Я себя дрянью не считаю. А то, что ты разрушила семью Крижевских, ты тоже не считаешь? Там давно уже нет никакой семьи. И Лена не любит Григория. Понятно? Мне понятно. Да откуда ты знаешь, кто кого любит? Ты можешь подумать, что ты любишь Крижевского. А может быть, и люблю. Это не твое дело. И если я захочу пойти в дом Гриши, я пойду. И никто меня не остановит. Знаешь, до твоего прихода я еще никуда не собиралась идти. А сейчас я обязательно пойду к Крижевским на зло тебе. Объявляем войну? Угу. Дура. Вот видите, как много. Статья опубликована после его смерти в первой жизни. Ничего себе. Стало очевидно, что Крижевский входит в тот круг людей, о которых много говорят, спорят о них. Ну и вообще считает их знаменитыми авантюристами. Кстати, я уверен, на все сто процентов, что книга о нем разойдется большими тиражами. Ну и вообще у него будет много читателей. Да, оказывается, я совершенно не знала своего Секра. Вот есть возможность как можно больше о нем узнать, собирая материалы для книги. нет, Генрих, я я вынуждена отказаться от вашего предложения. Подожди, Сонна, почему? Вы же сами говорите, вам нужны деньги, что вам нравится работать на наше издательство. Да, все это так, все это так. Но я не готова писать книгу и вообще я не имею права это делать. Срочно вызывайте милицию. Пусть они разберутся с этим воришкой. Григорий Анатольевич, может, не надо сейчас милицию? Давайте я сбегу к родителям, а они уж его накажут и ну уж нет, знаем, какие родители у этих гаденышей. Что, а может, они его сами подослали, Да ну что вы такое? Ну подождите вы, я уверена, мать сейчас с ума сходит, места себе не находит. Ты же из Рабатского поселка, я тебя знаю. Нет, таких, как этот, нужно поставить на специальный учет. Милицию, звоните в милицию. Гриша, милицию, это, это как клеймо на всю жизнь, Гриш. Так, я сказал, звоните в милицию, не хотите, не надо, дайте мне трубку, дайте, я сам позвоню. Алло, кто это? Алло, Гриш, привет. Ты знаешь, я решила не откладывать до завтра и приду к тебе именно сейчас. Да, через полчасика сейчас соберу и приду. Ну все, давай, до встречи. Галина Васильевна, вы знаете, я подумал, пожалуй, вы правы, я погорячился. Ладно, отведите этого гадюнышек к родителям и заставьте, только, пожалуйста, их лично передо мной извиниться. Хорошо. Только имейте в виду, лично, лично. Хорошо. Я хочу просто увидеть этих родителей. Вот тогда я решу, сдавать его в милицию или нет. Хорошо, хорошо. Я сейчас быстренько. Я сейчас, мы быстро туда и я вернусь с родителями. Пошли. Вот так вот, господа, госпожа Асверидова. С сегодняшнего дня я живу в доме у Крижевских. Ну все, мне нужно собираться. Всем пока. Чао. Черт. Черт побрал, а. Хотела помочь Лене называется, только испортила ей жизнь. Вот скажи мне, Коль, вот скажи мне, Коль, откуда берутся вот такие, как эта Верка? Не знаю. Может быть, где-то глубоко в душе она не такая плохая. Да что ты говоришь? Что ты говоришь? Ты сам слышишь, что ты говоришь? Все-таки я ее знаю не один день. Ах, ну конечно, ты же даже любил ее когда-то. Лиза, я не думаю, что нам стоит об этом сейчас говорить. Нет, мне интересно. Нет, ты поговори со мной, мне очень интересно. Вот за что мужчины любят таких стерв? Ты мне просто объясни, за что? Я хочу понять. Хорошо, будут все деньги. Вот и хорошо, спасибо. И поверь, я их верну со временем. Можешь не трудиться. Я у тебя тогда не просил их возвращать, сейчас не буду. Ты мне обещал написать имена, давай. Имя. А имя это Иволгин. Иволгин хотел меня убить. Иволгин. Замечательно. Отец его подозревал. Значит так, значит, ты садишься и пишешь мне подробно все, что ты знаешь о Иволгане, о его делах. В общем, все подробно на бумажке. Я обещаю, что до твоего отъезда я никому ничего не расскажу. Ты мне веришь? Верю, верю. До завтра. До завтра. До завтра. Все. Это конец. Да-да-да, я-то и мне со своим паникерством. Конец. Ну что ж, придется его устранить. Кого устранить? Гранит устранить? Ты с ума сошел? Он почти бандит. Ну, поле не разбирается, кто бандит, а кто не бандит. Как хорошо. Он один, без охраны. Ты что, собрался сейчас средь бела дня его валить здесь? Ну, зачем средь бела дня? Днем опасно. Дождемся вечером. Главное, не упустить его из вида. Надо сесть ему на хвост. Ну, это легко. Угу. Интересно, какую дорогу он поедет? Да тут, до города, одна дорога. Поехали. Ну, а что же мы стоим-то? Поехали. О, ребят, вы не видели? Не, а мы сами только и вторых. Леночка, эту книгу должна написать только вы. Я вам докажу это. Нет, Генрих. Ну, выслушайте меня. Лена, вы не цените свой писательский талант. Ах, какой у меня писательский талант? Я же никогда не писала книги. У вас потрясающий легкий стиль. Даже статьи, которые вы пишете о людях, которых не знали, чувствуется в них нерв, дрожь. А здесь вы будете писать о родном человеке. Скажем так, об отце сына, которому замуж. Скажем так. Да. Ну, и вообще, вы живете в его доме, где все пронизано и дышит даже им. Ну, для того, чтобы написать книгу, мне нужны будут материалы какие-то. Но, к сожалению, свекор не оставил вообще никаких бумаг. Ну, во-первых, я привез с собой очень много материала, да, скажем так. Для начала это достаточно, но в дальнейшем вы же будете общаться и с родственниками, и с близкими друзьями. вообще он прожил в этом городе всю жизнь. Так что, я думаю, будет достаточно этого материала, который я принес. Что же этот мальчишка искал в нашем подвале, а? Где ключ? Черт. Сейчас. А, вот он. Ася. Что ж такое-то? Галина Васильевна? Галина Васильевна? Евелина? Кто-нибудь есть в доме хозяева? Галина Васильевна? Никого нет, что ли, я не понимаю. Ну что, хозяев в доме нет, что ли, никого совершенно? Господи, Григорий Анатольевич. Господи, Григорий Анатольевич, голубчик, что с вами? Вы живы? Жив? Боже мой, очень хорошо, лежите, лежите сейчас, одну минуточку. Господи, кошмар какой-то. Лежите, 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 мой милый. Это самое. Скорая? Алло, 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 скорая, 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 я вас очень прошу. У нас тут случилась беда. Пожалуйста, адрес сейчас скажу. Сейчас. Вишневский, дом 5. Да, это дом Грижевских, абсолютно верно. Вишневая, Вишневая. Вишневая, это неправильно, Вишневая, 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 дом 5, да, это я. Так, от волнения, да, лежит, упал, у нас больной человек. Пожалуйста, мы ждем вас. Сейчас скорая будет, не волнуйтесь, вы только лежите, пожалуйста. Лену, позовите Лену, она в ресторане, Лену. Лену, сейчас я Лену позову, вы только не двигайтесь, Лена, в ресторане, да, сейчас я, Господи. Лена, Лена, ага, ага. Лена, какой-то юноша сверлит меня ревнивным взглядом. Мне кажется, это ваш поклонник. Вы шутите? Вы его знаете? Да. На небо улечу за тобой, на край земли пойду за тобой, и в воду, и в огонь за тобой, любимый мой, единственный мой. На небо улечу за тобой, на край земли пойду за тобой, и в воду, и в огонь за тобой, любимый мой, единственный мой. На небо улечу